Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно-Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Семья Бровченко. А вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых обзоров. Горе собирают в поиск. Таня долго думает, какую селедку ему давать, малосольную или еще какую-нибудь. В общем, короче говоря, оказалось, что малосольной у них нет и есть только сырая. Конечно же, сырую селедку Таня ему не даст, поэтому Боря решила, что по приезду в Горохово обязательно там купить себе селедку. Уже я не знаю, по какой причине так сильно хочется Боре селедку, но вот если Таня решила, что Боре нужна селедка, то Боря будет ее есть в любом случае. Зачем, правда, я не совсем этого могу понять. После нее хочется пить, и, как следствие, потом в туалет хочется. А найти туалет в дороге это дополнительная проблема. А для чего это надо, я не понимаю. С одной стороны, с другой стороны, вроде как они поездом едут. Там с туалетом проблем не должно быть. Но опять же, там есть какие-то свои санитарные зоны. В общем, посмотрит Боря, как они будут ехать. Возможно, обратно будут ехать. Он на машине, потому как, возможно, не все получится так, как они все планируют. Вот, в общем, короче говоря, планов у них куча. А как оно все получится, никто об этом ничего не знает. В последний момент взяли билеты. Причем едет еще друг с Борей. И что удивительно, очень удивительно, Боря взял билеты для друга тоже. Очень странно подумалось мне, у Гровченко разорились на билет для помощника своего. Просто удивительно, как это их друг не взял за свой счет билеты. Ну и с горем пополам вроде как Боря уехал. Таня говорит, что все, что там Боря наснимает, мы увидим попозже. Ну это и понятно. Но перед тем, как Боря отправит, она говорит, ну что, Боря, ты готов пеплом голову посыпать? Мол, сейчас так плохо человеку. Когда человеку плохо, тогда вот он, мол, пеплом голову посыпает. Но я не заметила по Бори, что прямо плохо-плохо. Ну просто вот такой мандраж, да, перед отъездом думаешь, что получится, что нет, как быть, как дорога будет. Ну это обыкновенное состояние, обычное состояние человека, который едет в дальнюю дорогу. Причем не один с ребенком, еще и с другом. Как выяснилось позже, кстати говоря, друг едет в отдельном вагоне, в другом. И ребенок и Боря будут ехать плацкартам, понятное дело. На СВ они не разорились, нет, нет, были билеты в СВ вагоны, но нет. Нет, нет, что вы, что вы, СВ это дорого, поэтому плацкартам. И вот ребенок бедный будет ехать на верхнем полке в одном месте, Боря в другом, а друг вообще в другом вагоне. И вот вы знаете, Таня говорит то, чего она не знает. Она решила, что пеплом голову посыпает, когда человеку плохо. Ну, доля истина есть в ее словах, но тем не менее. Посыпать голову пеплом, такое выражение означало ранее. Крайнюю степень отчаяния, переживание сильного горя, ну или сильное сожаление о чем-либо. Я знаю, о чем сожалеют Боря и Таня. Вот о чем они сожалеют. О том, что они уехали из Горохова, о том, что они лишили детей свободы передвижения. Сожалеют о том, что там дети могли где угодно ходить бегать. И Таня на машине туда-обратно вместе с Борей ездила. А здесь Таня вынуждена ходить вверх-вниз по этажам. Возможно, они так высоко, но тем не менее. Это лестница, это ступеньки, это не совсем удобно, лифта нет. И с детьми надо ей выходить гулять, потому как детей от них особо не отпустишь на площадке. И дети не социализированы, дети не знают, что такое общество. И с детьми надо быть постоянно рядом. Таня об этом уже сожалеет. И в первую очередь сожалеет, конечно, они о том, что площадь, жилплощадь намного тут меньше, чем в Горохово. В Горохово свежий воздух, в Горохово большая жилплощадь. Ну, по крайней мере, больше, чем эта трехкомнатная квартира. И в Горохово все-таки другая экология. Вот что ни говори. А дети не социализированы. Вот они приехали в город, они очень себя скованно чувствуют. Я больше, чем уверена в этом. И для того, чтобы они более-менее пришли в себя, их надо отдать в школу. Но, опять же, Таня в школу, свои детей не отдаст ни при каких условиях. Уж не знаю, почему Таня так против школы. Семейное образование, семейное образование. Первые уклады семейного образования мы уже видим. В материальном плане, что правильно, их лишили социальной карты. Даже не столько лишили, сколько, в принципе, не выдали. Сказали, зачем социальная карта ребенку, который, в принципе, на семейном образовании, он не социализирован. На скидочную карту или проездные там бесплатные по городу. Тоже сказали, не дадим, потому как дети не учатся в школе, они на семейном образовании. И для Тани, как я понимаю, это самый главный минус. Ведь у них режим жесткой экономии. А сейчас вот Таня, я так думаю, поймет, что она была неправа. И хотя бы из соображений, из материальных каких-то соображений она все-таки детей отдаст в школу. Я очень на это буду надеяться. А сейчас вот, кстати говоря, посыпать голову пеплом означает признать свою вину прилюдно. Какую вину Таня признает прилюдно, я так думаю, мы об этом уже говорили, да? Да то, что она лишила детей социализации, лишила детей детства, школьного, детсадовского. Лишила их общения, такое вот, какое надо. Не такое вот, ой, у меня есть друга, у друга есть там двое или трое детей. Вот дети мои и дети моего друга общаются. Это совсем не то, что школьное или детсадовское общение. Совсем другое развитие ребенка получает в детском саду и в школе. Но Тане этого не понять, к сожалению. Говорит Таня, что карточки всякие, скидочные, отдала Бори играться. В том числе она называет там пикабу, уже я не знаю, что это за магазин такой. И ювелирные какие-то, карточки ювелирных магазинов, ювелирные магазины. Очень интересно, как часто Таня покупала себе ювелирку. Ну или Боря покупал Таню ювелирку. Насколько я помню, таких моментов не было. Я не помню таких моментов. Может быть, они были? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Покупал Боря вообще или не покупал? Таня вообще знает, что такое ювелирные украшения или нет? Вообще, откуда у них эта карточка? Очень интересно. Может быть, когда-то они хотели что-то купить или купили, но очень много лет назад. Эта карточка еще с тех времен у них есть. Неизвестно. Но это, конечно, меня слегка удивило. Боря, перед тем, как отъехать ему в Горохово, перед отъездом, говорит о том, что привезет 12 литров козьего молока из Горохова. А в Новосибирске вообще козье молоко нигде не купить? Просто интересно. Зачем Боре лишний тяж? Взял такую специальную сумку, сумку-холодильник взял для 12 литров козьего молока. Они собираются этими 12 литрами обойтись? Бедно тут Боря-младший. Если он выпьет эти 12 литров, то что он дальше будет делать? Все, без козьего молока останется. Или они на всю жизнь решили запастись этими 12 литрами? Поскольку тогда по капельке будут выдавать Боре-младшему это молоко козье? Или разбавлять его водой до состояния вообще ужасного? Я не знаю. Я на месте Тани, конечно, бы стала искать хозяек, может, в пригороде где-то. Я не думаю, что люди в Новосибирске или в пригороде Новосибирска не имеют выхода на людей, которые держат коз. Но не бывает такое. Тем более сейчас век интернета, и Таня как никто лучше умеет там серфить. Почему бы ей не заняться поиском молока по месту? Очень непонятно мне как-то. Говорит Таня о том, что звонит ей подруга, теперь внимание, с которой будут активно общаться. Представляете, бедная-то подруга. Она обалдеет это активное общение Тане. Так вот, с которой они будут активно общаться. И оказывается, с этой подругой они уже много лет дружат. Много лет дружат, а активно общаться будут только сейчас. Вот такие вот подруги. Это одна из основных подруг, я так понимаю, Тани. И вот Таня взяла детвору и пошли они на площадку. Говорит, вот по дороге она идет, рассказывает про эту подругу. И добавляю, говорит, удобно, когда со всех сторон друзья живут. Думаю, обалдеть, вы собираетесь переехать все-таки в дом. И я так понимаю, вы дом будете искать где-то здесь, потому как у вас в этом районе города живут друзья. Очень интересно, где вы найдете дом. Или в том районе города, где вы найдете дом, или вы будете за городом искать дом. Будете искать себе новых друзей основных. А этих вы забросите, как забросили всех остальных в пригороде, в окрестностях Горохова, которые жили. Я не знаю. Тане вообще, конечно, уникальны. И от нее можно ожидать всего, чего угодно. И оказывается, у Тани просто день радости сегодня. Потому как позвонила еще одна подруга. Или она там написала, что она сделала, которая рядом живет. Представляете, со всех сторон у нее подруги. И сказала, что готова забрать детей Тане с ночевкой. Таня была безмерно рада. Представляете, говорит, это одна из основных причин, по которой мы переехали сюда. Такое ощущение, что Таня прям знала, что в этом районе живут ее основные друзья. И вот именно в этом районе она нашла себе квартиру. В общем, Тане уникальна. Или она хочет побыстрее избавиться от детей. Вот одного отдать с ночевкой в одну семью, второго в другую. А желательно вообще по два. В три семьи по два ребенка раздать. Или какой-то график ночевки и друзей она хочет составить. И в папочку это все вложить. Все распланировать. Ну так как Таня умеет. И бедные те друзья. Действительно придется им тогда очень активно общаться с Таней. В общем, Таня, конечно, в своем репертуаре ее ничто не изменит. На площадке Боря научился, Боря младший, научился висеть вниз головой, просит Таню сфотографировать, понятное дело. Ну а Максим в песочнице. Он в этом песке с ног до головы. Максиму этого явно не хватало. Горохова. Теперь он прям вот увидел это и прям очень любит играть в песке. Всякие пасочки, всякие какие-то развлечения в песке. Это здорово. Это полезно для развития. Но опять же, Максиму нужен детсад. Если бы Таня отдала ребенка в детсад, Максим бы ежедневно играл бы в этом песке. И развивался бы наравне с другими детьми, которые тоже ходят в детсад. Но опять же, повторюсь, Таня не тот человек, не та мама, которая будет думать о развитии детей и отправлять ребенка в детский сад. И потом в школу. Возвращаются домой, говорят Таня о том, что они нагулялись, наобщались, думаведные, те подруги, с которыми Таня гуляла и общалась. Я не думаю, что они будут согласны, с планом Тани, с ночевками, когда дети к ним будут приходить, в какой день недели, что я не думаю, что Таня будет согласовывать с подругами свои планы относительно ночевки детей. Но будем надеяться, что все не так плохо, что, может быть, я где-то утрирую. И, возможно, на самом деле, Таня не будет злоупотреблять к достопримствам своих друзей основных. И, говорит, вот уже вечер, полирайте домой ужинать. И ужинать они будут. Представляете, целый день гуляли, целый день нагуляли аппетит зверский, я уверена, тем более дети, растущие организмы. А на ужин у них будет несколько горячих бутербродов. Причем без сыра, просто так вот хлеб и такие вот ломтики и колбаски. Даже вот не такие вот кружочками, да, колбаска, а просто такими полосочками. Редненькими-редненькими полосочками устелен хлеб. Я не знаю вообще Таня, как она думает накормить детей этим всем делом. Максиму, кстати говоря, повезло больше всех. Ему перепал супчик. У меня огромная ложка он ест. Я не понимаю, почему Тане не дать ложку поменьше. Он промахивается мимо рта, понятное дело, и все летит мимо. И я так думаю, что Максим будет очень долго есть этот супчик. Ну, а дальше Таня говорит, вот вечер уже все устали, и мы идем в кинотеатр. Думаю, боже, неужели культ поход? Что случилось с Таней? Какой кинотеатр? Это оказалось, что просто дети постарше идут в одну комнату смотреть телевизор, а дети помладше идут в другую комнату смотреть телевизор. Одни будут фильм какой-то смотреть, вторые будут мультики смотреть. Вот и весь кинотеатр. Вот так можно, не выходя из дома, совершить культурный поход в кинотеатр. Нам есть чему поучиться у Тани. Ну, а таким вот получился у меня обзор блога канала Семья Бровченко. Если он вам понравился, то буду рада вашим лайкам, пишите комментарии, и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!